Юлия по своей факторе, она выглядит так, она для спорта создана. Мы такая все ходим, у нее длинные ножки. Вот на Юлю смотришь, думаешь, вот так должен выглядеть спортсмен. Конечно, генетика играет большую роль. Она даже бежит сейчас, мы все говорят, вот она бежит как ты. Бежит как ты. Я была участницей в трех олимпийских играх. Так мне не удалось стать олимпийской чемпионкой. Ребенок хочет как-то соответствовать своим родителям, как-то им подражать. А поскольку мама была не только спортсменкой, она была успешной спортсменкой. И были высокие результаты, мне всегда хотелось побить ее рекорды. Я знала, что она будет в спорте, потому что она родилась в спортивной семье. Мы же с мужем бывшие легкоатлеты. С нами с детского возраста Юлия была на стадионе. Все, что делали мы, Юлия повторяла за нами. Можно там развить выносливость, можно какие-то силовые качества. А скорость, если она есть, природа, то она есть. Если ее нет, то ее очень трудно развить. Скорость у меня передалась от мамы. Маме спасибо за все. За мои гены, за всю заботу, за вот эти секреты, за подготовку, за все то, что она мне дала. Дома я мама, на тренировке я тренер. Это наша работа. Кто еще скажет ей, как не мама? Кто ей покажет самый короткий путь в спорте? Конечно, мама может это только показать. Вообще, как бы, нужно на тренировке абстрагироваться от того, что это мама. Потому что я волю, если дашь волю своим чувствам материнским, это уже не работало. Было бы, конечно, на порядок проще, если была бы это просто спортсменка. Четко совершенно отношение тренер-спортсмен. У меня отношение мама-дочь. Работа тренера, она такова, что мы все обречены нервничать, переживать, когда спортсмены выступают. А если выступает, это дочь. Да еще есть олимпийские игры. Когда я вышла на арену, сердце куда-то ушло в пятки. Я сидела на Олимпийском стадионе в Пекине. И когда прозвучал выстрел, я вся вжалась в кресло. Боже, что сейчас будет? Я чувствовала, что будет медаль. Вот я чувствовала. Юля выходит вперед, за ней бежит бельгийка. Она очень сильно. Думаю, она сейчас все догонит. Я знала, что у меня столько силы, я не отдам никому эту победу. Юля, конечно, молодец. Она проявила все свои качества. Она побежала таким бегом. Он до сих пор у меня встает перед глазами. Очень это самый-самый быстрый, удачный, красивый бег у него. Я не помню, как я смотрела на табло, как я улыбалась, как я улыбалась. Как я улыбалась, как я улыбалась, как я улыбалась вообще. На какой-нибудь фотографии когда увидела, мне это и сделала. Когда на них клиншировали, я стою, плачу. Они сами какали, стояли. Они ничего не подали. Они молодые девочки. 19 самые младшие, 24 самые старшие. И вдруг олимпийский чемпион. Она, конечно, клиншировала вообще. Переживала на моем даре больше, чем даже за своими. Это же моя мечта была всегда в жизни, в спортивной жизни. Вот, золото на песке живет. Когда это свершилось, все для меня, доченька, спасибо тебе, дорогая. Все-таки ты эту мечту не осуществила в полном времени. Теперь у нас золото, серебро, броно. Целый комплект. Так вот, семейный архив у нас такой. Скопилочку она пополнила. Пиан Джи. Почетный спонсор наших мам.